о чем будет это видео смотрите обычно такой провод сваривают угольным электродом здесь контакт берется и здесь угольный электрод получает капельку и соответственно вот этот кончик самый кончик спавляется я хочу сделать то же самое твердоплавным сплавом вот эти вот припоем для пайки алюминия то есть в общем то это алюминий но внутри внутри находится флюса только кусочек и там такие вот если аккуратно разрезать в принципе видно что там что то есть какой-то порошок что я хочу проверить то есть спаясь она спаяется на я хочу проверить не потекет ли этот припой при нагрузке то есть я буду прогружать потом вот эти вот провода большими токами трансформатор с понижающей обмоткой и там на выходе где-то ампер под 100 вот так что я хочу вот это вот вот эту вещь проверить сейчас я спаяю скажу как она появится дальше буду проверять почему мне не очень нравится сварка электродом графитовым дело в том что вот такая сварка когда это в коробке концы все отлично но если допустим это какой-то кабель который нужно соединить и потом было сверху будет муфта то вот это вот скрутка которая торчит она будет куда-то загибаться и чем больше сечения и еще одеть сверху какую-то термоусадку и если их там четыре штуки посчитать какая получится гильза такая массивная поэтому я хочу попробовать пайку можно опрессовкой конечно но опрессовка тоже такой вариант она не дает гарантии то есть очень часто встречался с тем что опрессовка просто или передавливает провод когда хорошо прессуют или можно не додавить со временем алюминий как бы так сказать садится то есть это не медь он контакты становится хуже то есть у алюминия лучшее соединение это конечно где можно проверить вот там где проверяется болтовые соединения какие-то они обжимаются регулярно ежегодно можно сказать силовые контакты алюминиевые обжимаются должны ежегодно по уму вот а если это где-то в земле закопано естественно там доступа нету поэтому вот я хочу проверить поведение контакта который был спаян вот таким вот припоем так ну что поехали вот обратите внимание какое пламя то есть оно греет греет не объемное такое широкое а вот именно узенькое им удобнее будет теперь мы разогреваем этот алюминии естественно предварительно алюминий надо зачистить щеточкой металлической покоцать чтобы минимум пленочки был по и все уже начал краснеть вот и готово причем запаялась она не вот здесь вот капелькой а вот примерно до сюда запайка идет можно попробовать дальше пропаять сейчас попробуем что из этого получится прогреть вот видите выступает припой наш потек ну вот пожалуйста то есть появится очень даже неплохо сейчас проверим что с обратной стороны довольно неплохо можно вот это вот попробовать немножко убрать что получится с этого чтобы брать не было вот видите уже начинает немножко немножко плавится провод все-таки вот такие дела но обращаю внимание пальцы вот вот такой контакт сидит то есть если понять графитовым электродом может банально вместе пайки получиться трещина и тогда естественно при нагреве провода может облом какой-то бы еще что-то сейчас попробую разорвать вот так раскрутить попробуем вернее как видите раскрутить не получается то есть он просто отламывается вот что на сломе на сломе просто металл то есть он не раскручивается можно только отломать сейчас я таким способом спаяю еще остальные соединения и будем проверять их нагрузкой вот видите как оно прям растекается какая красота можно еще вот она чуть-чуть застыл вот этот флюс сейчас я попробую еще вот здесь вот подпаять видите ничего не плавилось пока проповедь же вот такой-то величины сейчас я попробую вот до сюда дайте его до сюда очки есть пробуем здесь очки вот и видите теперь доступа воздуха контакту нету то есть этот контакт по сути вечная теперь вот это вот спайка это можно сказать точно такой же монолит как вот здесь провод идет плюс получилось что но практически не поплавился провод даже это два с половиной квадрата провод вот если представить что это больше будет 6 квадрат допустим то не надо ну можно хорошо делать соединение кабеля то есть те которые не разъемные закапываются в землю допустим но еще мы проверим под нагрузкой что будет с этим соединение под нагрузкой так сделаем вот такое соединение где контакт будет намного меньше для чистоты эксперимента так ну вот готово вот смотрите что получилось тоже полностью соединение залито и вот есть доступ воздуха уже там не будет то есть уже не дает контакт никогда не окислится внутри как вот он сейчас сформировался вот такой он будет на протяжении всей службы вот этого вот провода да кстати вот этот вот провод я не защищал забыл просто но вообще лучше это делать все таки металлическую щеточку взять особенно если это старый провод или вот допустим вы обкусывали его он давно лежит вот эта часть которая ближе к концу провода она окисляется воздухом и может плохо спаяться поэтому лучше взять щеточку и так металлическую металл эту щетку и вот так пойти кончики все отлично спаяется сейчас делаю еще одну скруту но не с курточку а соединение то есть я не буду и скручивать а просто вот так вот спаяю чтобы при нагреве они если будет распаиваться сразу разошлись для чистоты эксперимента понятно что конечно при скрутке она будет держаться даже если расплавится давайте проверим вот этот порядоч вот это сейчас я спаяю вот так вот плотненько вот и вот так вот вот и вот и так все что там снизу какие-то снизу тоже нормально теперь нужно проверить это все под токовой нагрузкой так вот понижающий трансформатор ватт 500 наверное может больше так регулировать время включения я буду нажатием вот этой педаль чеки вот когда нажимаю включим выключаю выключен а дело в том что здесь регулировать сток конечно можно сбоку но это долго проще регулировать нагрев временем включения так сейчас здесь просто проволочка такая включена просто карна короткая два с половиной квадрата алюминий попробуем прогреть его как видите вот и все я буду делать то же самое с нашими пропаянными соединениями но буду включать стараться чтобы дольше грелась потому что ну слишком быстро до кабель здесь подключен где-то под 50 квадратов 70 не меньше прижим делаю вот такими вот зажимными приспособлениями так ну что ж вот это наше соединение с одной стороны подключили подключили с другой это два с половиной квадрата то что мы спаяли или сварили можно сказать сейчас буду проверять нить как ударные динамические нагрузки появляются сразу так стоп хороший ток жена прогревать плавно иначе мы не увидим расплавление место стыка просто сгорит изоляция уже дымок пошел изоляции видите все еще нету никаких признаков расплавления вот видите дымок уже пошел вот это уже изоляция пошла перегреваться вообще срок службы любого электрического устройства это срок службы его изоляции на самом деле когда она выходит из строя то уже на большинстве случаев ремонту не подлежит вот изоляция пошла пошла нагреваться на вот руками вот а место спайки нашей все так же ничего с ним не произошло дело в том что когда она начнет плавится сначала разогреется вот этот вот мутный слой вот этот вот это сверху остался флюс который обратно застыл вот сначала он должен расплавиться стать такой зеркальный тогда будет ну как и при при сварке нашей при пайке скажем так ну вот вот что происходит а наша пайка на месте видите что вот такое дело так я делал респиратор попробую даже чего нашего провод просто не касался это а а а а а а а а в общем не получается у меня его сжечь пока не сгорит вся изоляция сейчас я сниму изоляцию потому что это невозможно такая дымища и попробую вот чисто на алюминий сжечь уже вообще конечно показательно вот смотрите какие дела здесь уже сгорел все здесь здесь вам как как новенькая чё творится здесь она не сгорает потому что здесь теплотвод хорошие из-за вот этого вот пуска латуни сейчас ладно сейчас мы будем дожигать уже алюминий только уберу изоляцию так снял изоляцию включил поближе чтобы тут куски плохо снимались и здесь поближе сейчас я буду уже целенаправленно пробовать выжечь это соединение вот догорает опа и он смотрите где отгорело я жаль не соединением ничего абсолютно насколько находился провод сгорел вот совсем другом месте вот такой эксперимент сейчас продолжим еще вот этот момент хочу проверить смотрите вот вот этот алюминий но здесь сечение поменьше это какой-то старой алюминий был наверное полтора квадрата вот вот этого сечения вот это место я хочу проверить что с ним будет но чувствую нужно будет взять кусок без без изоляции вот так вот спаять потому что сейчас будет у них так ну что поехали вот показываю еще раз вот здесь вот пайка в нахлест пайка твердым припоем вот этим вот припой для пайки алюминия здесь просто скрутка здесь скрутка но спаянная здесь я паял видите до самого конца поэтому поэтому она вот такая вот вот до сюда припаял и провод чуть-чуть только нагрелся здесь я паял чуть дальше вот и провод вообще можно сказать целый не обгорев так ну что поехали грузить вот что интересно вот отсюда уже идет дымок видите дымится а тут я закрутил достаточно неплохо так хорошо закручен точно так же как и здесь вот вот вам и скрутка вот и сам провод палец именно в этом месте отсюда идет тепло вот сюда вот и здесь начинает уже плавец провод вот видно стекает и вот дымся отсюда идет отсюда дыма нету отсюда дыма нету ничего не изменилось пока на это просто алюминиевая скрутка еще хорошие свежие это был свежий провод зачищены вот пошел уже дымок отсюда и вот здесь начинается но дым идет отсюда почему потому что видите не вот отсюда начинает а полностью дело в том что здесь просто оголенного вот точно так же вот он уже мягкий вот вот все он расплавился уже провод а здесь уже обуглилась здесь кстати тоже идет обугливание но оно уже было обуглено до этого поэтому так вот здесь еще ничего не обуглилась будем сжечь дальше но все-таки показательно вот это вот дело конечно нет как это расплавилась часть вот за счет вот этого вот нагрева отсюда идет а здесь относительно целая оболочка еще ну хотя если честно вот здесь синяя изоляция тоже расплавилась чуть больше но посмотрите не так не так вот как здесь все я считаю что надо я уже даже не смогу просто это делать очень сильно воняет сейчас я сниму вот до сюда изоляцию и чисто вот этот контакт так ну вот снял изоляция подключил к нашим зажимом сейчас будем смотреть как она будет так ну или это вот говарает наша изоляция которая снималась очень плохо просто как чулок снялась на самом деле не получилось ее в человеческий убрать интересно все же она расплавится так ну видите уже вот что происходит а наша спайка в нахлест как стояла так и стоит вот уже опа вот и все но опять таки опять таки отгорело в другом месте не вместе нашей спайки вот такая вот спайка так что делайте выводы когда мы варим просто графитом получается маленькая точечка а вот здесь вот и греть приходится достаточно прилично здесь можно быстрее намного спаивать и контакт получается видите какой красивый и и такой спайки у нас меньше меньше играет вот допустим видите вот паял вот здесь я уже просто горелкой направил сюда ну это кстати два с половиной сейчас попробуем вот это вот я сниму изоляцию и попробуем вот этот кусочек прогреть так ну что сейчас будем проверять вот эту спайку провод как видите абсолютно целый вот сейчас посмотрим что из этого выйдет вот отгорел вот не получается и вот здесь отвалился видите здесь провод провод целый был абсолютно это спайка выдержала от от отгорел провод совсем других местах ну такое соединение получается так что вполне себе рабочий метод я считаю можно им пользоваться мне он нравится и не надо с собой таскать трансформатор грелочка разогрели припаяли все все готово так что я хочу сделать вот такую скрутку сделал здесь шесть проводов один из них медный я опустил поверху его чтобы было видно хочу проверить как это все спаяется так что там так вот вот так так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот В принципе все Видите, немножко изоляция стала подплавляться Но я допаял уже практически вот до сюда Так, сейчас она остынет И я хочу проверить Да, между прочим Медь, медь тоже спаялась Сейчас я хочу попробовать Разорвать эту скрутку Только пускай она остынет Такая горячая Так, ну что, поехали Вот, смотрите Вот эта вот капелька, она откололась А еще вот этот припой, который находится в кастолине Вот он на пол капнул То есть он, когда застывает, он не оказывает никакого влияния уже на этот провод Вот как после сварки Вот так вот отбивается Видите Еще заметил такую вещь Вот это вот медный проводник Вот провод И он изоляция больше чуть поплавилась То есть он лучше тепло проводит За счет этого изоляция Начинает так вот подплавляться Так, ну что Давайте начнем, наверное, с алюминия какого-нибудь Попробуем его оторвать Оторвать Он должен начать раскручиваться Оп Вот он пошел Так, вот он уже скручивается Вот, все, мы дошли до места пайки И уже дальше раскрутить не получается Следующий возьмем Так, следующий Давайте тогда медь уже возьмем Так, где тут у нас медь Вот Это медный проводник Опа Опа Так Опа Не хочет Я Я сейчас разведу их все в стороны И тогда посмотрим Что внутри Как оно Пропеклось там внутри Затекло или не Затекло Так Ну, конечно, можно влажную тряпочку сюда И провода Скорее всего будут намного меньше оплавляться Но Я преследовал другую цель Я хотел проверить Будет ли медь Сплавляться с алюминием Таким образом Таким образом можно Скажем так Переходить с алюминиевого провода Допустим на медное Если его аккуратненько так вот спаять Так, ну что Вот мы добрались До серединки Этой нашей Нашего осьминога Ну вот там все Все Затекло То есть Соединение Хрен порвешь Так Хорошо Попробуем раскусить Вот этот кончик Так Что мы видим Что мы видим Попробуем его Разломать Оп Это вот отличие Отличие Твердого припоя От Мягкого Оловянного Если бы это было Олово То вот так вот Пожмяков Оно бы разошлось И здесь Вот это вот Если бы это было Олово Оно бы отрывалось А так вот Не отрывать Можно было бы Скрутить просто Вот такое соединение Получается Ребятки Я считаю Что неплохо И прочность Это не точечка Какая А вот Тут То есть По идее Можно сюда И не 6 Можно и 12 проводов Они все пропитаются И спаяются То есть По сути Тут Единственное Что Чем больше Будет провода Тем Мощнее Должна быть Горелка Чтобы быстро Прогреть Когда долго Греем Если Горелка Будет Маленькой Мощности И долго Греем Провода Будут нагреваться И изоляция Будет течь Это вот важно Все Забыл Может это будет Какое-то отдельное Видео Поял я Вот этим Припойчиком Припой для Алюминия Там Там вот такая Трубочка С припоем Аналогичные В Китае Продаются Я не пробовал Китайские Не знаю У меня Такой Может Пробой На этом Все Продолжение следует... Продолжение следует...